Я вчера подсуетился все дела сделать, чтобы на это время быть свободным. Я постоянно захожу, смотрю его, через каждые полчаса заглядываю, его нету. Так, я к тому еще это сказал-то, я не им интересуюсь, а вами, что если будет эта беседа, если он выйдет, вы очень внимательно слушайте и в каком месте нужно, вставляйте вопрос. Не ждите, когда он окончен, или я. Вы предупредите его, что ведущей являетесь вы. Вы настаивали на этой встрече, и вы подходящие, нужные вопросы, а вопросы к тому. Первый, наиважнейший вопрос, это не от Бога, и он должен прекратить об этом говорить. Это самое главное, к этому подойдет. А самое я поведу, вы только не давайте, куда попало, выруливайте на одно и то же место. И далее, что ему нужно, это покаяние и тихая жизнь. Извещать Слово Божие. Апостол Павел, Саввел еще был, он ушел в Аравию, чтобы поднабраться, размыслить, обмозговать все это дело. Куда же я забрел-то? А потом уже явился на бедный. А не так, все, не обрел. Обратился и пошел. Да нет, он три дня слепой сидел. А когда обратился, ушел в Аравию. Его никто не хотел принимать. Это нам пример дается. А здесь так, шел сзади всех, повернул назад, как будто весь строй повернулся. И теперь он сзади оказался впереди. И он уже на белом коне. У нас были такие. А ничего у него не меняется. Он с собой не работает. У него никаких данных для этого нет. Я его уже предварительно написал ему. Я сказал ему, чтобы он мне сначала позвонил минут на 15. Я ему расскажу, о чем вы с ним будете разговаривать. То есть, что у вас... Не благословлять вы его будете, а будете обличать его. Конечно. И для того, чтобы его оттолкнуть. Но я заранее составил, я с такими-то людьми имел дело-то. Они абсолютно беспокоятные. За свою жизнь я видел только одного человека, который нашел вот этого. Одного. Так она покаялась. И теперь, это я имею в виду те, которые лещи, шептухи. Это из одного мешка сатана вывалил. И вот приходят, знают, что она там, ну, дети, родимщик, там, разные-разные такие деревенские. Она в деревне живет. И она видит, на крыльце стоит сатана с рогами, с хвостом, с копытами. А ей говорят, это соседка пришла, тетя Тоня. Что ты говоришь? Она сразу падает на колени, плащет и молится. Господи, я верю, ты простил меня. Но тут сатана снова искушает, отгони его. А она стоит, да просит. Ну, погибает корова там или что-то еще. Она видит сатану. Вот он этого не видит, он этого не знает. Его сатана подцепил на крючке и как собаку нацепит, бьет по сторонам. С одного забора под другой забор, забор-то. А люди найдутся, которые будут одобрять. Будут искать его. Но он не видит, кто там за этими людьми стоит. Кто рожи строит. Кто рога показывает. Вот это главное, это его душа. А говорить где, что ему. Он будет перечислять, что-то плакать. Развеси меня на клочке. Он из этого не может выйти. Он везде говорит. Это еще одно доказательство, что это не от Бога. Люди, которые боятся солгать, они говорят, Господи, если я где-то солгал, ты меня прости. Я не умышляю. А этот, пусть меня Бог там в ад сделает, то другое, это сатана может говорить только так. Верующий, даже не зная за собой ничего, и предположительно, он заранее просит прощения, Господи. Я по небрежности, по забывчивости ума, если я забыл это, ты меня прости заранее, владыка. Прости, я не хотел этого. У него этого нет. Он предает себя вечному мущению с сатаною заранее. Хотя все, что говорит, ложь. У него страха Божия нет. Важно то, что он не понимает, что род лукавый, прелюбодейный чудес ищет. Вот на него и клюют те, кто ищет чудес вот этих. Вот. Да. Люди-то не просвещаемые, просвещаются, а хлеба и зрелищ приходят посмотреть. Вот это вот иудеи, которые вокруг его, это иудеи. Иудеи требуют чудес. Мне сказали, что порядка 8 числа ответ будет шенгенский. Если шенген откроет, все остальное у нас идет по графику. А с Англией там препятствий тоже никаких нет. Поэтому, как будет. Я лично уделяю этому большое внимание на молитве везде. Потому что на Англии у меня никакой... Просто так, я через кого-то передал бы туда книги и все. Но там взялся Сисенис, фамилия его Андрей. И он говорит, я отпуск беру. Сейчас работаю целыми днями, чтобы без содержания взять отпуска. Жена, сын, мы все ждем, не дождемся, когда приедет. И в разных городах он устраивает встречи, чтобы поехать вместе. Ясно, что для меня Англия это будет уже не Испания. Вот я умом уже там. И вот примерно категория людей известна. Я должен у Бога выпросить, что сказать. Я им не буду говорить о том, что пророчество исполнено, с Христос пришел. Они это знают хорошо. Это баптисты. И самое неповрежденное среди всех, среди нецерковных, это баптисты. Они только отошли от православия. И они сохранили учения в Троицу. Они сохранили Библию без повреждения. Ну, то есть очень много. А от них, которые пошли там адвентисты, они уже все баптистские заблуждения как основу берут. И своих добавили кущих. А от которых и адвентистов, и яговистов, те сохранили все адвентистское и добавили своих еще. Это так и есть. Это и у православных так же. Сохранили Константиновское, а потом осколки византийской гнилой кухни начали везде применять. За Россию-то православие истинное никогда не приходило. Они его не знают. Разговоришь со священниками, а они православие не знают. А вот вы говорите, что баптисты раньше другими были. А в чем разница сегодняшних баптистов? В любви без того можно. Я говорю, раньше, когда я обратился в 62-м году, а там были ревностные люди, у них отделенные, которые совет церквей, вначале там, ну, Георгий Винц, тогда были, которые первые, Вашиминаков, это чуть попозже пришел, в Барнаульский-то. Вот, Прокофьев был. Ну, Прокофьева они сшибли. Женщину подсунули, ну, и парень пал. Ну, и они его сразу вышибли. Вот. А вот те были, мы собирались, беседовали, в Новосибирске мы были, это в собрании, люди приходят, записывают. Сейчас ничего этого нету. А зачем? Я спасен. Сатана обольстил полностью. Я спасен? А спасен, зачем мне остальное нужно-то? Живет, нарушает седьмой заповедь. Я ему говорю, ты что делаешь? Ну, жена плачет, а я спасен. Господь сказал, накажу, но милости в боении от него. Он берет 88-й псалом, 33-й стих. Я говорю, так это об Израиле сказано, да не о тебе. А обетование Израиля все на нас сбывается. У него покаяния нет ничего. Сегодняшняя такая молодежь, они не могут ни слушать, ни считать, ни вопросы задавать, ничего нету. Обощение страшное. Это не те баптисты, которые были. Те стремились там где-то на помощь, на благовестие, а это ничего нету. Кукольный театр у нас по краю развозят куклы, играют куклы. Ну, даже пускай персонажи библейские будут, но это куклы. И они не знают. Он даже фотографию знает, с женой обкапывает ее, и в таком виде фотография стоит. Даже в Берскере и то неприятно смотреть. Ты смотри, как у мусульман. Он вот так стоит, и жена у него там, я не знаю, всегда ли она с левой стороны, она его держит. Так должно быть. Они даже этого не понимают. Я говорю, а кто Библию-то перевел? Ничего не знают молодежь. Кто ее перевел на русский-то язык-то? Не знают. А кто канон составил-то? Канон-то кто? Евангелие-то было около 20, а они 4. Ничего не знают. Я маленько боком с ними теперь сообщаюсь. Мне не интересно. Адвентисты еще занимаются. Но тоже я с ними не встречаюсь краем. Баптисты другие, абсолютно другие. Вот видео у вас было там в шатре эти, жующие. Это кто? Баптисты или пятидесятники? Кто это такие? Это новая какая-то жизнь. Это совершенно не баптисты. Это богатоли было. Они жуются всех и наркоманов, и все это они со стаканчиками ходят, и жуют, и жуют. Я написал жующие сектанты. Они громадная такая, громовая музыка, чтобы они не понимают, что лишь бы барабанило. У нас был священник один, он в машине авария отгорел. Это настоящий проповедник, Божья милость, Александр Пивоваров. Мы у него учились на священника, три брата одновременно. Он крестил отца Геннадия Фаста. И он говорит, ты выключи, как Солженец, он говорит, это глусавое радио на кухне. Сатане не важно, слушаешь ты. Нет, он сидит на радиоприемнике и ногами колотит по нему. Главное, что ты не молишься. Вот для чего это нужно. Я это убежден в этом. И телевидение. Да у меня впрещено, я не смотрю. Ты убери его. Ты не смотришь его. Ты, если хочешь, чтобы в это время было у тебя, ну, допустим, вот вы поставили про Путина, я еще не понял. Видимо, не о Путине, а о других посмотреть ролики. Я посмотрел уже сегодня. О газе там, газ где-то. Газ Украине. Газ Украине, Украина отрубила. Ну, это не... На сегодня так, завтра по-другому. Это все... Путин... Путин отборнал Украине, больше не будет поставлять газ. Ну, это сегодня сказал, завтра по-другому будет. Это в один день меняется. С Белоруссией какие отношения год назад были? А сегодня Лукашенко говорит, никуда от России, мы только с Россией. Так что у них все запрограммировано. Они все из одного мешка. Это вот есть такая книга, 1 августа 1914 года, Николая Николаевича Яковлева. Книга. Ну, там Шульгин пишет, что об этом метали. Это те, которые брали отречения у царя Николая, там где он был. Могилевый те. Я, говорит, они там сражаются на трибунах, бьют друг друга смертельные враги. Там слушать нечего. А я бежу, говорит, они в ресторане сидят вместе, обнимаются друг друга по плечу. То есть у них роль, им отведенная. Они на нижние ступенях, масоны, показал, палец загнул, куда он туда и пойдет. Он, говорит, мы сидим за столом однажды. Там он только вступил и рассказывает, от масона подошел, там нельзя отходить. Ну, новые люди там из Англии приехали, из Германии. Ну, я не знаю, просижу, голову опустил. Говорят там о магазе где-то. Лежу, говорит, напротив которого. Он вилку взял, вилку на ложку положил, говорит, и лезвие направлено туда. Я, говорит, даже сдрогнул. Я сразу на него взглянул. И он еще раз вилку повернул. Ого! Так у него степень-то 33-я, последняя. А у меня только пятая. Я сразу склонил голову, готов слушаться. Убить или помиловать? Что скажешь? Он ложку повернул в другую сторону. С этим у нас хорошее отношение. Он ложкой крутит на столе, а сам отвернулся. Он уже видит, где ложка-то. Вот как дело-то. А то Путин сказал, что он тоже самый. Как бы он попал туда? Так что наше дело, я его слушаю и одновременно молюсь. Вот это единственное, самое достоверное положение. Приносящее плоды. Я все время молюсь, все время. Не перестану молиться. Разговариваю, вижу. Не все вижу. Но я знаю, Господи, это от Тебя. И главное, для меня в молитве очень важно будет воля Твоя. Хлеб наш насущный. А он не дает воля такая его. Я под волю это приношу. Избави нас от лукавого. Да будет воля Твоя. Избавит или не избавит, это от Бога зависит. Я просил. Трежно Павел говорит, а Бог сказал, довольна от благодати моей. Ты слишком много получил. Вот это я выравниваю. А это жало вплоть сутаны. Надо научиться говорить это, да будет воля Твоя. И молитва оптинских старцев. Что бы мне ни встретилось, благодарю Тебя. Какое бы ни было известие, благодарю Тебя. Я с расположением принимать должен. Да будет воля Твоя. Это надо высветить жирным, другим светом ярким, пьющим. Чтобы как на дорогах знаки светились. Что бы ни было, я просил. Так а что Бог не ответил? Да, именно ответил. Он не дал. Не дал это его воля. И теперь к этому я направляю все. Так а может еще быть? И зачем искушать Бога? Я молился. Я продолжаю молиться. И Господи, дай мне добрый слух. Чтобы дважды услышать сказанное однажды. Вот это жить в контакте с Богом. Люди-то этого не понимают. Он думает, вот вчера звонят. Там один, другой мне. Я уже еду в дороге, еще звонят. У нас там он заболел. Там из разных, даже из стран молиться. Но я молюсь. Вы знаете об этом как? Чтобы обязательно вы стали на молитву. Сто поклонов. Ты святое. И да будет воля Твоя. Мы знаем об этом. Ну давайте молиться. У меня белокровие там сколько лет. Она страдает. А звонит священник. Я это тоже уже знаю. Уже знаю. Я молюсь об этом. А уже как Богу. Я равности не должен быть Богу благодарен за то, что она болеет. За то, что этого товарища у Сергея Нудина зарезали. Я за все должен благодарить Бога. За все. А я вам сказал, неужели за доброе будем благодарить, а за злою не будем. Ты как одна из безумных жене сказал. Прокляни Бога и умри. Не прокинай тебя благословлять. Даже не по нашим. Нашло. Слава Иисусу Христу. Еще нету? Ну тогда не забудь сегодня почту-то отправишь, да? Ну с Богом, ладно. Давай. Тут разговор идет. Это сестра Татьяна Капустина. Старшая сестра. Мы вчера тут полились полный канон Андрея Критского. У нас на три ступени считается. Просительное, благодарственное словословие. Чудо Божие. А Бог надо умел написать. Я переписал его. То же самое. Все поклоны. Ничего не меняю. Перевод не делаю. Просто несколько моментов. Я показывал, как на форуме стоит первая строчка. Как у нас идет моление. Это не в этот год было. Можете посмотреть. Я сейчас слушал за прошлый год, как вы рассказываете о каноне. Откуда взялся канон Андрея Критского, покаянный канон. И даже не знают священники. Архиерея не знают. Понимаете? Архиерея учился. Я учил теорему Пифагора. Я еще могу рассказать. Но формулы Герона, это математик не скажет. Я математику любил. Я говорю, ты учился в школе? Что из этого? Ничего нет. Я учился дни. Технику. Изучал те вот эти машины строительные. Я ничего не знаю. Сапрамат не знаю. Мне потребовалось только ложить кирпичи и обещать. Ну, общее образование, да, это развитие дает. Ты что кончал? Да я такое. А чем занимаешься? Огурсы выращиваешь. Ну, ты же 6 лет учился и огурсы выращиваешь. Сам не свой акроном. А другой тоже кончал, только рыборозоваться. Ему одни рыбы нужны. Он кандидатскую защитил. Почему? Клещ съедает чешую у карася. Я говорю, и как? Весь карась подох. Клещ там жует карася, а он защищает кандидатскую. Узнает и следует под микроскоп. И ни одного карася не может спасти. Вот наши знания. Так что мы многое знаем. Для применения нужно совсем немного. А в Библии мне требуется все. От горки до горки. Ежедневно. Вот сегодня считали Сирахова. И подзабытое. Володя считает. Я говорю, подожди, ты еще считаешь. 43-я там какая? 47-я глава. Да бы в точности исполнять закон. 42-я. 42-я. А меня за это хвастит, когда я привожу Иисуса на вида, 1-й главе, 8-й стих. Да не отходит книга сия от уст моих. То есть слух считает. Не от глаз, но от уст. Что я говорил, как глухонемые говорят. Разговариваю вот так, как о ларда машу. И так написано у Сирахова. Да вы в точности выполните предписание Божье. А, вы буквоеды, фарисей. Принимают? Такое и есть. Но напротив фарисея только санухей остался. Вам одна ищейка осталась. Я в магазине с одним разговаривал, мы шли, член нашей общины. Ох, Игнатий, ну вы законник. Игорь, я ухватился за слово. Ты уверен, что я законник? Да каково это неизвестно. Так, с сегодняшнего дня ты меня зови не по отчеству, а законник. Игнатий Тихонович, а Игнатий законник. Договорились? Он сам смотрит на меня. Но напротив законника только беззаконник. Другого нету разда. Вот ищет, вкладываешь отрицательный смысл. Но Павел, говорит, передает привет Зине, законнику. И законник, старство небесно, подобно законнику, который выносит и старое, и новое. Зачем он научился до обращения после обращения. Но напротив беззаконник. Отныне я буду везде при людях называть тебя Игорь, беззаконник добавлять. Попятился. А другого нету. Ты сам назначил так. Для меня. Ну ты законником будешь, я буду называть законник. А ты отступник от Бога. Но я не хочу тебя другим именем называть, кроме того, что ты сам на себя взял. Ты беззаконник? Потому что меня клеймишь словом законник. Я принял. Я приму, что вы сказали. Тут надо еще далеко-то не идти. Прислушаться, что твой оппонент говорит. И на то, что он говорит, найти ответ Священного Писания. А вот тут-то надо покрутить шариками. Если Господь благословит говорить вот с этим Александром, ну, слушайте внимательно. Если он будет проводить место Писания, вы как ведущий заранее, вы скажите, скажите, я ведущий, и поэтому любого могу прервать в любой момент. Но твое время на этом не оканчивается, ты продолжишь говорить равное время, примерно. И вы просто очень будьте таким руководителем строгим. Если он привел место Писания, а вы засобнимаетесь, что правильно он толкует, вы сразу так, Александр, минутку, давай переспросим вашего оппонента, или оппонента, а собеседника, так ли поднимается. И спросим, а святые отцы как понимают? И какое местописание Святой Библии подтверждает, что ты правильно понимаешь? Одни местописания не делают. Это должно быть два или три свидетеля. Они не миссионеры. Вот в прошлый раз, когда беседовали с ним, это никакой не миссионер. Когда они выдержаны, обзываются начинают, это не миссионер. Миссионер должен железные нервы иметь, как струны натянутые. Там как вспышка у него должна быть. Он должен найти этот момент и понять, вот здесь я ввожу в этот пролом, проломлю и все. Враг только пятится может, выбрасывает белый флаг. У него нет другого выхода. Он трепещет уже в окопах. Я миссионер. Я выполняю письма Христа. Борьба идет с дьяволом и с человеком. Я должен выйти победителем с дьяволом и с человеком. Человек может не согласиться. Я его не стараюсь подавить, но я его должен показать. Вот здесь тебя дьявол поймал, надо вывести тебя. Я бросаю ему канат в пропасть. Хватаюсь, а пока не поздно. Я каждую беседу, а это не беседа, а сотни городов поздадеют. Десять лет жизни. Я стараюсь заново просматривать. Записываемся. Раньше у меня жена конспектировала. И переходя домой, мы собираемся и внимательно заново просматриваем всю беседу. Где более сильное место могло быть взято. Какой оппонент привел место, которое я не взял. И оно действительно показывает, что мы не правы. Это разбор идет. Разбор на несколько дней затянет. А они ничего не знают. Они теряют, что я говорил. Об этом нет обращения. Вот так делал отец Геннадий Фаст, к которому обратились. Это единственный путь. Есть женщина, одна из бывших баптистов. Тоже хочет побеседовать с вами. А я ее не знаю? Нет. Пускай придет. Но она вас знает. Вчера, который в Ростове-на-Дону получил книги, он просил в двух экземплярах Новый Замет, симфонии не канонические, для Слова Божия не оттуда, стихистово-православия. И все дошло. Ну я их теперь стал просить сфотографироваться. Это вот сильно понравилось, как Давыдкин-то сделал. И тот все прислал. Так для нас, говорит, какая радость. А вчера вдруг с Ненецкого, Ямала-Ненецкого, только запросили книги. А оттуда еще не было. А что ролики? Ролики и все остальное. Ролики слышат, видят. У меня, если Господь благословит, только на один год. Ну и сейчас мы съездим, на один год остается. Дальше работа будет по мелочи. Да будет ли она еще? Все, запас кончился. Теперь нужно найти или издать стихи, если кто-то найдется. Средства. Ну пока не копейки. Так вот. А у меня вот желание такое вот найти на трехтомнике, на спонсора. Трехтомники издать. Так он у нас еще есть. Есть еще, да? Да, есть еще. Он переиздан был. Это второе издание идет. Первое было тысяча, все у меня по тысяче. А второе две тысячи. А в кристином православии три тысячи. Тысяча переизданная. До слова Божия нет. У нас трехтомник, он везде. Вот у меня был, он взялся не другом. Это наподавил. Отец наподавил. Но я думал, не так. Ходил один на занятия и все записывал. В то время были кассетки такие, мы называли сухари. Вот такие. И он записывал все занятия в университете. Пишет, они вопросов еще не задает. Он просто как профессор в Монте-Карло. Записывал и записывал. А потом говорит, я уже ходить не буду, что-то у него там есть. Но я записал и две коробки вот таких вот. И принес мне даром одну. И тогда мне стали просить теперь оттуда, а как, у меня вот здесь магнитопон есть, ногой останавливать эту кнопку нажимать. Ногой бережки отерну, она нажмет на эту, на кнопку-то. Я многое переписал. 123 беседы только потеряет. Они укупликованы в книгах. А это нет. Я говорю, тогда это получится несколько того, как я растолковываю, даю писание на занятиях. А этот Напанаил-то судников, отец Напанаил, и романах-то. А он говорит, нет, не так. Надо отдельно издать Новый Завет с толкованием и с комментариями. А это одна из книг, она среди прочих будет просто теряться. Ну, тогда я подумал, думаю, он прав. Ну и дальше, какого цвета, какой крест, это он все делал. И где бы я ни говорил, я это подчеркиваю и благодарен ему. Он взялся в 19-м доме, вот, исследует там, там, сознанием, руководители, там все. Он не ожидал, что я его потерял, выставлю в интернет и выставлю в книги. Я выставил это все. Он не друг. Теперь уехал в Казахстан. Но, в моих словах, он всегда будет тем, кого-то благословит Бог. Он меня многому научил в интернете, работать, вот, на компьютере. Он у меня спал, вот я на втором этаже, вот здесь вот, надо мной. Инатихич, а лет-то сколько уже прошло, как вы разошлись-то? Сколько лет-то уже прошло? Сколько-то сказать, надо там посмотреть, какое. И что же вы глядите? И никак не примиритесь вы, да? И как примиритесь-то? Его нету даже никак. Я знаю, на чем расход. Он дальше сознался, что он просто был сюда чуть-чуть и не заснул. И он только, я, говорит, имел уникальную возможность наблюдать общину изнутри. Он нигде не говорит ни о Духе Святом, ничего нет. Наблюдение. И все записывал, фиксировал. Он пацаная утка был. Он его не скрывает, он прямо пишет об этом. Там никакой веры нету. Но побудил-то его к этому я. Почему? Он ввел верстку до восьмого тома. А их-то 30 томов-то. Так после этого я еще переиздавал, уже без него. Но верстать-то и проще. Он меня научил-то. У него был чудовищный сон. Я больше в жизни не имел, чтобы столько спали. Вот мы вместе ложимся. У меня закон такой, кто у меня в это время живет, вставать вовремя. Вот у меня жили девчонки, племянница, еще одна девушка жила. А, нет, на этажах. Комната, даже одна комната-то была, совершенно одна комната. она, его там подожгли, сгорело там. Учится в институте, там, в училище. Заранее договариваемся вставать на молитву вместе. Она говорит, у меня голова болит. Ложись в спине. Голова болит, удар когда-то у нее был. Но на молитву вместе. А я не могу. Ну, значит, живи в другом месте. Все на молитву. А после этого помолились, когда она еще ложится, до школы поспит. То есть только успеть позавтракать. Это разрешается. Но этот-то здоровый, крепкий. Говорит, монах, ни семи, никого нет. Он днем ложится, часа на два. И вот мы встанем, он ложится иногда еще на четыре часа. И даже друг какой-то, приятный его друг, он подушку на голову, вот как на уши, положит, из-под подушки не вылезет. Ну, какой это монах? Арсений Великий говорит, для монаха одного часа достаточно. Ну, не достаточно, два-три возьми. Но за три часа выходить, а то уже ты из монашескогощина выходишь. Чудовищный сон был. В деревне, когда были, опять-то, понаил исчез, где его надо искать. А у меня есть, где у голубей там, специально спальня в отдельном помещении взял, где-то его найти, он уже завалился. Солнце, все работают, на покосе, он никому не пойдет работать. Нет, он спать ляжет. А рост метр восемьдесят пять, здоровый, он тухой такой. Ни в чем не будет слушаться. Вот осень наступила, а он бегает утрами. В трехо и пошел бежать. Ну, никто же не знает, что он монах-то. Я говорю, воздух холодный, а уже иний, уже лед покрывает это. Не бегай сейчас. А у него было что-то с легкими. Не бегай, ты дышишь. Должна быть щадящая гимнастика. Ну, постой там руками, понаклоняйся. Да самое главное, гимнастика поклонных земных. Не тут-то было, на поклоны его нету. Он побежал, приходит, хе-хе, напоновил. Это уже признано. Не ходи, не бегай больше. Ну, днем, когда солнце уже пригреет, чтобы положительная была температура, да после ночи, легкие в другом положении, никогда не послушается. Побежал. И теперь он целый год, ха-ха, это уже к туберкулезу идет. Он отмахивается, как от назойливой мухи от меня. Он был здесь духовником черной сотни. Там книги какие, мне нравятся, сжигали, вот как книги Осипова и прочее. Он здесь заговорил, он сидел, только молчал, но где-то он и говорил. И вот когда восьмой том, седьмой и восьмой, это два тома у меня, где я разбираю 12 книг Дмитрия Ростовского о свете Библии, жития святых. Этого никто никогда не делал и не сделает. Для этого надо иметь в себе эту смесь, которую Андрей Кураев говорил. И знать Писание, и приверженца быть канонов и жития святых. Я во свете Библии разбираю два тома, 400 вопросов. А там я даже не знаю, 400 или 4, больше вопросов. И он был у меня корректором. Ну по нему ли он еще не корректором был, а тем, ну верстку, верстку вел где-то. И там все про монаха. И в этом свете он увидел, что он никто, ни монах, ни спортсмен, ни проповедник, никто. Он защитил Грецию, там уезжал в Томгоры где-то. Но тут его так задело, и вот тут к 8-му тому, вы посмотрите, предисловие. Он написал, это уже расставание было. И я это повестил. Он не ожидал никак такое отрицательное против меня. И я его повестил. Но это не все. Когда кончилась верстка, и хватало еще, то я совсем еще не знал. И как раз это было предпасхальная неделя, страстная неделя, и к этому, к нему там, где он работает, у одного, в магазине, туда стали приходить два члена нашей общины. И они что-то там просят помощи у него. Там, ну прям незначительные, то ли молитвы на русском языке, и неплохое просят, или Акафис какой-то. У меня все горит, меня типография поджимает. Книги требуют, они не закончат, я не могу отдать. У меня еще корректор должен прокорректировать книги, просмотреть хотя бы на один раз. А они к нему лезут. Это меня совершенно выбило. У них никакой заботы нет. Отложите на неделю, куда денется этот отпечаток? Ну, по интернету, не по интернету, а на компьютере, он им там помогал. Я звоню, пожалуйста, отойдите от него. Он должен закончить верстку. Я в это время сказал слова, с которыми связано, может быть, другое все. Я говорю, если вы не уйдете, то ли мне помолись уже о вас, чтобы вас Бог отвел, я не молился об этом, ничего нет. Но этого достаточно. Оказалось, как будто три головы одним ударом были снесены. Те ушли, сделали с лютыми врагами, и он ушел. Вот это меня сильно испугало. Я теперь пошел и говорю, я не молился об этом, я не говорил этого, я просто сказал, неужели мне помолиться? Слово неужели означает предположение всего лишь, чтобы вы отстали от него. А он вслепился в эти акапицы, сразу мгновенно три головы снесены были. И мне пришлось самому все дальше делать. Ну, я-то уже был научен где-то, и в это время он стал писать курсовую работу, он в Алтайском государственном университете для чего-то поступил, чтобы где-то преподавать, и на теологическом. Конечно, он дает экзамен, у него какое-то образование было, но я не знаю, что он делает. И он пишет курсовую против нас. 19 том, он у вас есть, зайдите, посмотрите. Я курсовую полностью рассматриваю, там много места едет. Он рассматривает на тоталитарность, на подавление сознания, руковожу я сознанием людей. Такую бредню несет, их берет там для рассмотрения все английские какие-то авторы. Ни Библии, ни Бога, ничего в понимании не берет. Если люди где-то обратились, это благодаря тому, что я у них сознание отобрал, заставил. То есть, совершенно сумасшедший. И что он здесь был, он ничего не вспоминает. И говорит такие факты. Допустим, была Иннокене, она приняла крещение, ее исключили, потому что она не хотела подчиняться правилам. Но он не говорит, что я был в деревне, а дальше не говорит, что я сказал рассмотреть ее вопрос сами. И он, член церковно-приходкового совета, он и решал об исключении. Ну, то есть, а не допуске ее. Он. Он-то это скрывает. Он свалит на меня, а сам... Он на собрании ее как раз и говорил я, или ты соблюдаешь все эти правила, или мы не можем тебя членом считать. А когда хочу, приду, когда не приду. с вольным казаком, вольным слушателем, у нас такого... Ну, нету такого статуса. Но главное, это он. И он крутит, твердит под тоталитарную секту и, наконец, уводит. Тоталитарная секта полностью подходит на монастыри православия. Монастыри. А община, где Лапкин, крестовозвиженская, она нет. Она там где-то, ну, там, другие названия подставляет. То есть, а теперь на него уже ссылаться можно свободно. Он исследовал, как специалист. И он специалист самый настоящий. И он ничего не нашел, никакой тоталитарности, ничего нет. Нет. он имеет авторитет. А как не иметь авторитет? Это и понятно. Даже самый... У нас есть враг такой, он слово не может сказать хорошее, но, конечно, собрать общину и чтобы все вот так были, это... 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 уже на молитве стоит в 4.40. Вы даже половинке своей ума не можете дать. Они говорят про детей, дети хулиганеров. Ты смотри в Писание, собрать общину. Ее собирает не общину, в общину, а ее еще нету. И все это с нуля. Я на чужом основании никогда не строил. И так, чтобы прийти в другую общину, там, в которой руководитель, повалить его. У меня нет этого. Я везде на новинке. Если вот вы прочитали про канон Андрея Критского, и там я на три ступени возложу, и почему он написал канон, то этого никто не говорит. Нету, нету. Вы можете зайти в интернет, нет этого. У меня конкурентов нету. А почему? Хорошо или плохо, я один. Первый парень говорит на деревне, а в деревне дом один. Где? У меня нет с кем соревноваться. Если я издаю новый завет с комментариями и с выделением месту новой заветы. Нет такого нигде. И не худо, бедо за 900 лет. За 900 лет никто этого не придумал. А я не думал, где Бог освящает и показывает необходимо. Тот канон покаянный написан для оглашенных. А мы в церкви верные молимся. А для верных ни одного запева нету даже. И когда задаю вопрос, показываю, за все время еще ни один священник, ни один епископ мне не воспрекословил ни одного слова. Почему? Железные доводы. То есть железобетонная бумажка, как профессор говорил в Преображенске в собачьем сердце. Дай такую бумажку. Вот такая бумажка и есть. Или вот это канон Андрея Критского 1200 лет. И никто не поселил. А как вы додумались? А я не думал. Я еще повторяю. У меня написано 3 467 стихотворений по 9 куплетов. Все черновики целые и ни одной поправки нету. Я на счастую написал. Это не может быть. А это гордость. Ничего я этого не знаю. Я делаю другое дело. Мне пища чистит. Вчера Володя у меня внутри, а я по крышам залез и сверху прощищаю на веревке грузы. Ёрш называется. Мне некогда этим заниматься и глупостями гордость гордыня прелесть пропрели уже с прелестью со своей. Нет этого и никто этого не скажет. А в чем это выражается? Вы на деле покажите, где я кого-то не принял. Оно обязательно должно подтверждение. Я обжор как у крылов. Мне надо 6 блюд до дома еще стервяшья уха. А у меня нет этого. Я вместе со всеми питаюсь. Такая же картошка нечищенная. Вы подыскивайтесь. Вы сами узнаете про меня и я вам скажу мои недостатки. Я их лучше знаю. Но вы не обращайтесь. Я не улажу поэтому. У меня есть главный недостаток молодушия. Я боюсь обидеть товарища пьящись перед ним сохраняя его. Молодушие мое. Это у вас молодушие? Да какое молодушие? У вас тут как бисмарк железная рука там все люди говорят. Да это ваше слово. Вы просто не знаете. Наш архиерей когда приехал первый раз думал как я буду с Игнатьем ладить. Он кое-что уже читал смотрел. Я приехал я стал смотреть это он или не он совершенно другой человек. Сколько ласки сколько внимания везде нет ничего этого. Мне Павла говорили в писаниях он строг а в личном присутствии речи он незначительное. Во мне это отобразилось. Да я когда пишу письмо или говорю я по канонам говорю по писанию это строго выглядит. Вот усыпились за бороду да не я усыпился а вы я вообще могу мне приказать да вы засыпились за нее бреете да вы вцепились в нее скобики каждый день. Я твои слова к тебе когда верну и ты их самых не узнаешь ты просто говоришь не обдумывая. Вот дело какое. Мы начали говорить о миссионерстве а сегодня миссионер миссионер я беседую ничего нет миссионерства. Больше всего подходит это к тем которые познали там ту сторону и оттуда пришли допустим адвентистов адвентистов но их православие так и зажали они и заржавели и оттуда приходящих миссионеров я не знаю они под страхом все миссионер должен быть абсолютно безразличный что о нем скажут что говорит оппонент поносит его его это не касается у него одна задача быть верным богу выполнить его миссии от слова миссия миссионер у меня у меня миссия я должен днем и ночью идти к тому куда меня послали мне сказали ледокол челюсти раздавлен и там люди на льдении у меня нет другой цели как только найти людей вывести оттуда их садин вот тут водопьянов и шкалов сгодятся люди не понимают даже сами себя а это главное познай самого себя господь через павла говорит исследуйте самих себя верили верили вы я запомнил анкету на англии сейчас переправляют ее а сколько потратите в англии я пишу нового ни копейки вы же едете хоть один день то будете меня кормят и поят там я в друзьях не буду же картошку там сам вытаскивать вот мы были где в шахтах мы сами готовили ни копейки нет утром мы чистим картошку завариваем ну хозяйка бывает иногда но только с моего разрешения я сказал они берут она угощает моих товарищей они говорят мы без старшего не можем опять ко мне идет Игнатий разрешите я вот сварила там суп там рыб остается ну разрешите там еще что-то я не запрещал может же она радостная бежит Игнатий разрешил понимаете как она поняла что такое дисциплина мы договорились чтобы не были отравлены чтобы мы не были в тягость никому а у нас с собой продуктов там разных 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 до 10 может и вермишели уезжаем и все хозяевам скатываем отдаем мы в тягость никому не были никогда а вы хвалитесь еще нельзя сказать скажу еще я говорю я встал с 4.40 а вы хвалитесь но я теперь скажу я не вставал сутки лежал вам нравится ну просто на ваши слова то я обращать не могу внимания вы говорите без слова это считайте 39 главу миссионеры если ты миссионер ты на коленях должен проводить главное время на коленях а мы были там сказали вы видите мы беседуем с сектантами жующими как на одном вопросе они сразу срезались на другом ты должен быть рожден свыше это первое ты должен в один быть духом божьим второе вот два вопроса и библии христос два слова они даже все у тебя проникнуть во все поры ты должен видеть намного дальше чем они вопросом задают что за этим вопросом кроется тебе спать не придется ты должен тренировать память свою а как память тренируется на молитве места писания молиться местами писания как Давид Господи восстали враги они ищут тебя цитирует священное писание Павел говорит это а вы не можете молиться то не умеете на молитве ты должен забыть очень многое и многое припомнить которые люди бывают рядом так выходит я и не молился еще это ты сам решай решай библию и начинает исследовать но я вижу как вот наша собирается всю зиму в трех местах ни одного нового человека ни одного нет они свои а как же у вас приходили полные залы везде в аудиторию там 700 человек это конференц-зал Бог делает вы убедитесь Бог делает но и на каждое занятие приходил с огромным рюкзаком потом 2-3 брата несут для записи я достаю бумагу в типографии отходы дома я их сшиваю дома я их обрезаю и обрезаю у меня там белыми там страниц по 500 большие крупные тетради и все несу университет и раздаю целые библиотеки создал пока там был а вы с чем придете да и своя комната должна быть открыта у которой собирается я говорю вы соседи да нет я не могу соседних пригласить понимаете ну не можете вы а у меня чтобы не было сомнений я ключ вообще спрятал в квартире ключ и без ключа открыто день и ночь я ложусь спать так но у меня собака уходя с собакой я в уголовном розыске занимался ко мне приходят бомжи ночевали дома вообще даже придумать нельзя так фонарей надо на разных этапах по-разному менять надо себя у меня равных этапов нет сегодня так завтра и иначе я резко меняю иногда не забываю то что там было обстановка изменилась готовил готовил свершение существующего строя Адольф Шикольгрупп а у него помощник был РЭМ и он на этом зациклился когда они первый раз неудачно путь подняли и он решил законным путем ни как Ленин ни как Сталин голосованием набирая голоса а тот на одном месте стоит на революции он говорит динозавр застыл на одном месте тактика меняется и поэтому успех будет вчера мы говорили так сегодня мы не бросая то показываем а почему изменилось другой епископ сейчас спрашивают где в деревне будет а вы будете поглашать нет не будем каждый год приглашали они презирают зачем у них только одно нас подмять но это им не удастся мы никогда патриархиенными не будем никогда они даже это принять как есть при том когда признанимали акт о канолическом общении патриарх Кирилл говорит в этом многообразии в этом как раз пилище православной веры никакого многообразия а не только под себя и только великий господин наш я его не называю великим господ Tah 무 не господин патриарх я за него молюсь как за патриарха а на него это мой господин это ваш господин а почему а вы меня спрашивайте не поодиночке спрашивайте на собрание. Я уже отвечал в интернете везде, почему. И с ним вместе с ним у меня нет надежды получить спасение. Вот почему. А это только одно место. Один динарий мне Бог дал. Ну а как же людей направляете? Люди этого не знают. И где бы я ни проповедовал, всех направляю в храмы Московской Патриархии. В храмы? И они будут называть его господином. Для них он будет господин. Они для меня. Вы что, не расслышали? Я же не сказал и не может быть господином. Но это во Святой Библии должно быть. Где он господин, а где просто товарищ. Игнарь Тихович, а есть такие данные, вообще такая информация, что когда была вообще зарегистрирована Православная Церковь за рубежом как организация? Ну да. Когда, в какое время она была зарегистрирована? Зарегистрирована в органах власти? Ну да. Ну, первое, это Лазарь Журбенко Одесский. Его рукоположили. Приезжал тут, кажется, Варнава тогда, Камский был. Тогда еще по-другому обстановка-то была. Ну и постепенно, а дальше уже Валентин, Русанцев, Суздаль. А потом наши шесть священнослужителей отошли от Меоносия Омского. Тут уже и мы. Это вы зайдите к этому к Якову Кротову, священнику Кротову. Зарядите, Яков Кротов. И дальше русско-зарубежная церковь, там все написано. Подробно. Его этого Якова Кротова там не любят, там клеймят он где-то на Украине. Я внимательно смотрю. А вы зарядите, Игнатий Лапкин, Яков Кротов. Вы увидите, у него такой, как страница, выходит с узорщиками, как на деньгах где-то. А в моем представлении это хороший человек. Понимает не так, что ты где-то, ну и что? Православный батюшка. Так он другой юрисдик, в которой вы относитесь отрицательно. А это мне не касается. Я говорю конкретно о человеке. Мне так кажется, это совестливый человек, хороший человек. Да вас ты не поймешь. А тебе зачем меня понимать? Ты себя не понимаешь. Я не согласен с тем, что он где-то филарета поддерживает. Ну, мое несогласие я выразил, меня спросили. Зачем бы я вылазил? Ему и не нужно это. Но ты заведи. Яков Кротов, Игнатий Лапкин, и тебе интернет выдаст. И ты увидишь, какой он честный. Мои беседы у Дмитрия Нутко за столом. Он их высветил, отдельно взял. Не добавив ни одного слова. Это говорит о чем-то. А он, может быть, к вам не расположен. А я этого не знаю даже. У меня личного общения с ним не было. Он мне нравится. Я больше скажу. Вот и все. Да помилует его Господь и спасет, чтобы он получил царство небесное. Он очень активный, большой умница. Возьми Ардов Михаил. Он мне не друг. Это хорошие люди. Но они в другой юрисеекции. Да, в другой. Они мне близки по духу. Они нечестные. Мы вчера проповедь как раз считали. Считается житие Марии египетское. А у нас считается проповедь златоустства. Мы не затираем это житие, которое совершенно не евангельское. И говорит, почему лицо счастливое у человека? Почему он радостный? А я стою и улыбаюсь. Это про меня проповедь. Он говорит. Имейте спокойную совесть. У меня нет на земле человека, перед которым я бы встретился и по ним. Ой, как я не хотел, чтобы он встречался. У меня нет таких людей. На земле нет. Я виновен, я попросил прощения. А если он имеет на меня, я снова попрошу прощения. Я не умышленно это сделал. А может быть не сделал. Но он обвиняет меня. Мне легче сознать себя, может быть, другим намерением. И прочее. Я всегда счастливый. Вы мне найдете человека, который совершенно разные люди в интернете. Впервые познакомившись, они его говорят более счастливый не встречают. А обо мне наш алтайский генералитет собирается на первые лица и рассуждает и сами мне говорят. Да какой вы счастливый? Да вы глухой, слепой и беззубый. Как хотите. Я счастливый, у меня спокойная совесть. У меня нет обиженных. Я обложил сыну, а кто на меня имеет? Если я это так, я его просил прощения, а он не дает прощения. Когда вы и семью разрушили, у меня семья такая, он баптист, а она стала православная. Я разрушил. Но я говорил-то при тебе, я не отдельно с ней не говорил. Я с тобой занимался, а жена с кухни иногда забежит. И тебя это не коснулось. А дети? Дети пополам. Старшая дочь теперь, матушка священнослужительная, младшая дочь Диакона, жена Диакона, сын, который помогает мне, это Виктор, от этих семей. А он на меня обижается, что разрушил семью. Он хотел быть представителем баптистом, но так как в семье непорядок, его выше Диакона не поставили. Это другой фронт. Я не перетягивал никого. Я просто свидетельствовал о величии православия, о красоте его, о целомудрии, имея в виду, что не сегодняшняя. А вы те самые, которые первые, да, мы те самые, я могу сказать. Но далеко не те, по жизни может быть, но у нас таких нету, чтобы аборт сделал и 40 поклонов. Этого нету, вообще у нас этого нет. У нас нет абортис. У нас никто пост не нарушает. И никто не один, никто не один. Ты посмотри, как люди наши одеты. И при том, я вчера только на молитве подумал в храме, и никого не заставляем. Вот они кого-то приводят, люди наши. А можно я приведу? У меня сестра приехала, вот Лена Политмекина. У меня брат приехал, Максим. Можно. Для мужчины форма одна, под поясок, и чтобы с собой не было табачного. Простые условия-то, да. А он слушает внимательно. А у женщин по форме одеты должен быть. Никаких сережек, ни повадок, ни шутерей. И мы ни за кем не смотрим. Люди сами их оденут. Приехали корреспондентки, и тут же одна из наших сестер, там, где Кочегарка, она ее бегом переодела, она одна из наших. К нам приехала секретарь УВД, гор УВД города Барнаула, Саша Морозова, и она там ездит, она такая красивая, ее переодели, никто не знает, как будто она член нашей общества. И никому не в тягость. Они этим фотокарточками еще хвалятся. Смотрите, я где была, как я выгляжу-то. Ей все говорят, я никогда не думал, что такая красавица. Нам не надо заставлять, приходят и надеют, два платка, погодик. Мы никому это не говорим. Бывает, у нас наблюдатели поставили, чтобы не больше 10 сантиметров от пола было. Но они успели отдернуть себя или что-то. Мы не смотрим даже за этим. Они сами это дело любят. Как вы могли так зазомпировать людей? Ну вот сумели. Зазомпировали. Вы побудьте здесь. Представьте себе, у меня суд был, который потеряет кем-то в дружине, Геннадий Петрович, подполковник милиции. И всякие клеветы на нас. И там пачками мне письма писал прокуратуру, что Игнатий завел обмундирование. Ну и правда, обмундирование есть. Это особая форма. Это вроде эсэсовцы какие-то. А я вел занятия в летном высшем авиационном училище много лет. И когда его стали расформировать по указу Бориса Николаевича Ельцина, сейчас в этом здании передали Милицейско-высший юридический институт. Какой-то там. И когда его расформировали, это училище, мне списали многое, я попросил. И списали там, допустим, 70 кителей, кителя, курсант там где-то. Ну мы пуговки, звезды все спилили, повезли, сдали в прачечную, все постирали. И дети пил меня, без погонов, конечно, погонную какую-то. И он, это милиционер, все написал. проверка пришла, милиция, приехали, прокуратура, нигде ничего нет, кителях, они комарами не прокусывают. Там ребятичка, мне как солдат и швейки, на костре везде. Он еще не нашел. И тогда назначают следователя, следователь, под властью своего прокурора, и они начинают тормозить, мешать. Я обратился к прокурору края по Роскун, это генерал-лейтенант был, Юрий Петрович. Я говорю, так вот делаю. Ну, проверил, сразу следователь убрал, прокурора убрал. Прокурора вообще убрали. О, так у вас лапа такая, вы везде все захватили, мне говорят. Другую назначили, она психолог. И она говорит, мне нужно было посмотреть на ваши и этого. Я говорю, да у нас собрание два раза в неделю. А можно мне прийти? А почему не? Да можно. А можно я сына с тобой возьму? Он пацаненок лет 12. И она пришла, у нас как раз какой-то день был, за стол, и она, а можно я с кем-то с людей побеседую, по выбору, сама посмотрю и выберу? Я говорю, с любым. И вот отобедали, я тут слово сказал. И она выходит, а только спросила, а моего сына в лагерь возьмете к себе? Следователь, который направлен против меня, ничего подобного. Она полностью пленена, как говорят. Зампировал я уже. Выходим, а я говорю, а что же вы посетите, и Светлана Николаевна, вы же хотели побеседовать, а что беседовать? Одна большая дружная семья, психолог. Одна большая дружная семья. Так вы зазомбировали ее. И прокурора края я зазомбировал, и мэра города. А мэр города входит в десятку лучших мэров в Россию. И он ко мне приезжает, вот этот дом, фотографии с ним и целуемся, когда он передает вот эти два дома, которые я сейчас свяжу, где-то. Это я всех зазомбировал. Может быть, тогда проверить вас? Подсходите. Ко мне ни один зомбировщик не подойдет. Вчера-то говорит, вас используют, а вы прослушайте, что вчера говорит. Я говорю, меня нельзя использовать. Я молюсь Богу, я не достигаю. А вы используете, я не использую. Я Бога прошу, чтобы человек познал Бога. если он познал, что от Володи здесь на улице там свое мураш, муравей забегает. А вы давно молились? А то на зомбированные. Зомбированные к Богу не приходят. Да вы слова зомби-то не знаете, я говорю, что? Манкурда окаянная. Кому-то не интересно со мной, а кому-то интересно. Да уж. Очень посчастливый, но есть чистую совесть. Никому-нибудь должен пазару, пазару, углов не задешивши, камень за пазухой не держи. Эта песня так упоется про нас в деревне. Камень за пазухой никто не держит. Еще бы, еще бы зубы не болели и все, и тогда рай бы был вообще. А? Бог так делает. Перед Богом надо не лукавить. Забывая заднее, простираясь вперед. Праздник опять жевал карандаш. Ну, как карандашами жевал. Котенок. Вот как-то секретарь-капочный. Сергей Чистяков бороду стал растить. А? Сергей Чистяков стал бороду растить. Да ты что? Вот я, опять же, счастливым называют меня. Счастливым. И не просто так. Я говорю, как я профессора, академики в интернете. Специалисты. И все отвечают именно так вот. Представьте, я его знать не знал. Кирилл Серебряницкий. Посчитайте, зарядите. Кирилл Серебряницкий. Знать не знаю. И вдруг он выходит на меня, уже написанная статья, брошюра. Я пленен был в Франции. Он из одного. Я говорю, откуда вы берете-то это, чтобы пленен был? Ну, да, действительно, Жан Габен, Жанна Бальжана играет. Действительно, это потрясло меня. Я обратился к Богу, стал искать. Ближе. Слово Евангелие стало открыто. Другой пишет. Почему? Он сам на французской теме работает. И поэтому он мне туда и прилепил. Ну, там еще такого нету. Ну, как писать, ну, я же писатель. Ну, ладно. Другой пишет. Игнатий с детства видел себя на коне в кольщугах, с булатным мечом сражается. Я говорю, ты откуда там все нагреб? Ничего я этого не видел, не знал. Да, я с пяти лет знал, было там сеть коммунистов. А вот теперь меня на коня посадил. Я теперь уже с булатным мечом слышу, как гремят там на Куликовом бое. А почему? А он книгу пишет такую про то сражение, и меня туда и теперь. У него здорово получилось. Да я ему говорю, ну, это не так, ну, я же писатель. Ладно. Это у меня помещено даже книгу. И с этого другой делает радиопередачу. Передача прекрасная. Ее на конкурс выставили по-общесоюзному. Выступил здесь. Один место ИГТРК. У меня и телевью брал. И тоже сильно им понравился образ, что я еще в детстве наконец булатным мечом в кончуге закованной. Да ничего же, говорю, этого не было. Я это уже прочитал в книге. До того уже ссылается как-то авторитет. Ой-ой-ой. Еще у меня не было. Но отомстить я хотел. Да, действительно. Это у меня было. И я каюсь. Проси Господи. Я был беспощаден к себе. Спать на каком-то полене или только стоя. Как водить машину. Я машину водил. У меня справка есть. И даже все забыто. С ночами. Где, с кем. Все узнать. Подкрасьте. У меня интересно было. Женщины, я вам попутно сказать. Мама моя, там уйдут ягоды собирать. Клубника. Ее собирать по одной ягодке. Трудно. А у нас набирали большие по 15 литров ведра. И она на коромысле ягоды несет и еще раз уходит. И они ягоды берут. Ну, женщин пять. Ягоды берут и все. И вдруг ни у кого ведер нет. Я всех их. Ведра у них отнял. И спрятал. Они не видели. Мама встала. Девки. Ведра-то куда делись? Все смотрят. Ведер нигде нет. Она, Игнаша, ты, наверное, приехал. Я из школы там, в Порщине был. Где-то. Я их ведра собрал. Там в низинке. Все прикрыл. И они никогда их не найдут. Я тренировался все время. Уже узнал, что если еще там потерялось, меня искать надо. Если где-то в степи они что-то делали, подкрасьте с ножом в зубах. А Господь видишь, куда повел? Сколько я нырял. Сколько по деревьям лазил, прыгал Тарзан. Сколько обрывался. Все тело в язвах. А Господь это старое и новое навел на свое. Я благодарю Бога, что Господь дал это. А люди, которые... Вот я бы сказал, если земля была не засеяна, но она плодородная. Ну растет там крапива будет. Если крапива растет, это плодородная земля, она на щеке не может растить. Когда ее распашешь, она принесет плоды. Если Саву, будучи не распаханным, приносил плоды для своего синедриона, но и обратившись, он стал приносить. А который был сонный, Лутония у нас называют, Лутония, то он никакой. И обратиться он тоже никакой. Его надо полностью переродить. И поэтому, когда бывает человек, такой он... Вот видите, у нас как Игорь Думанов-то. Он такой и там был. Воеваем. Боевитый. Да он и здесь не будет в стороне сидеть. Вот так. Недавно писатель один, журналист, здесь от Комсомольской правды работал. Книги, для слова Божьего, нету, с конца его три статьи большие. Он в верстах работал. Макаров Сергей Сергеевич. Позвонил. Я о вас книгу пишу. В Москве. А что ж ты там писать-то будешь? А вот приезжал раза три, потеряемки был. Вера и говорит, Кремневый. Такой же брат, но помягше. Это он все заметил, что написал, нужно сказать, хорошо, видно, талантливо. Ничего не придумал, не наврал. Я его как-то назвал журнолюгой. В смысле большом. Он говорит, это у нас считается в отрицательном смысле журнолюгой. А я там лучше пишем в плане. Вот все записывает на магнитофон и все время пишет. И магнитофон у него застыл, когда мы в тюрьму шли. Он везде проникал. Там, где памятник репрессированный, зимой он все это написал. Он застыл у него в руках, он тогда карандаш остановился. Я остановился, а я впереди иду подниматься на гору, где тюрьма-то, там бывший монастырь казанский. Вы что сейчас сказали? А что я сказал? Ну, вы сейчас что-то сказали про репрессировку. Я не помню. Он не двигается с места, повтори, я должен записать. Вот это я понимаю журналист. А то приехал Быхов, где Дмитрий Львович, этот писатель, еще не записывает. Памятливые евреи. Действительно, он написал-то столько, чего не было даже совсем. А меня это удивляло, и нигде ничего не записывали. Он из песчаников был, самый продуктивный, это сахаром, где с Кириллом, где я говорю, вот это, одеты в стихарь, в желтый, это у него. Он с магнитопоном день и ночь со мной рядом был, и все на карандаш записывал. И на земле Алтайска, это для слова Божия одетый устав. Он написал, ни к этому слову нельзя придраться. Почему? Он серьезный человек и талантливый. Надо все записывать. Вот я что говорю, на это может ссылаться. А что не говорил? Не говорил, значит, нам переспросить. Я же не скрываю. А бывает так, что вы не отвечаете? Такого не бывало. Это ни худо, ни бедно. Если я 20 лет преподаю в разных университетах и отвечаю на самые провокационные вопросы против меня, я их отвечаю. И они, сохранившиеся в бумажках, они помещены в моих книгах. Так это у вас авторитета никакого не будет. А он мне как раз и не нужен. Еще раз, это доказательство. Отвечая абсолютно на все вопросы. Ни одного неотвеченного вопроса до 20 лет. Это что-то стоит? Не взирая на то, что в зале сидят у меня в зале по аудитории сотрудники КГБ, представители краевой администрации, кто только не ходил. Хорошие люди приходят. Они просятся к нам сюда на богослужение. Отпустили бороды. Но приходят через один. Я говорю, у нас порядок такой. Если мы вам разрешили, то в следующий раз проситься к нам не надо. Но вы уже приходите. А если вы не пришли на следующее воскресенье, то мы имеем право спросить вас, где вы были. Вы скажете, а я ходил в храм Московской патриархии, вопрос снятый. Вы скажете, я был мусульман, вопрос снятый. А я ходил с баптистом, киаговистом, вопрос снятый. Ты месяц не был, а ходил мусульманом где-то. Ты ходил. Я не принуждаю. Но если ты нигде не был, мы предупредили вас. Еще одно замечание, мы запретим к нам приходить. Какую еще свободу надо? А что это за правило? Ну ты услышал? Мы к себе не тянем, не зовем. Но если к нам человек пришел, он должен быть другим. На нем ответственность. Воскресный день посвящается Богу. А они представители, представители, как сказать работники администрации нашего района и городской администрации. Мне люди эти вот как нужны. И мы их теряем. Мы потеряли всех. Они не стали ходить. Потом мы встречаемся. Они о нас такие положительные отзывы дают. У нас правило. Мы запретили приходить. И они не стали ходить. Но вы могли как-то уступить? Не могу правило. Я не имею права один отменять. А что плохого? А я поехал на дачу. Меня жена попросила. Вопрос снятый. Ну а ты спал, телевизор смотрел. Вот это не положено. Ты уже слышал многое. Ты думаешь, что я говорю? Я его тяну не к себе, а ко Христу. У него ответственность за воскресный день. Я же заранее предупредил. Если мы вам разрешили к нам приходить, на вас ложиться ответственность. К нам попасть очень трудно. Мне дря, пишет Сергей, представитель журналистов, попасть, говорит, в отряд космонавтов легче, чем к Игнатию Лавниеву. Мы никого не тянем к себе. Никого. Найдите хоть одну общую православную, где к себе бы не звали. Не только не звали, а запрещено звать. Так вы тогда будете... Да никакие мы не будем. Мы исчезающие. К нам приходит тот, который просится. Мы его проверяем, и тогда он просится. Еще в письменном виде писать заявление. У вас правила такие же звуки. Как исчезающие? Можно сказать, у вас уже нет отростков. Отростков уже нет. Мы по всему миру имеем людей, которые это слышат и видят. Я еще раз говорю, мы не ищем своего. Мы ищем людей для Господа. А я буду ходить к вам, мне многое нравится, а я баптист. Да вопросов нет, будь баптистом. Но если у тебя возникают вопросы, я тебе даже ни одного вопроса не задал. Ты сам на меня вышел. Я тебе отвечу. Так я увидел, что у нас неправильно надо. Твой вопрос. Но в следующий раз приди с пресс-фитером, если ты не сомневаешься. Один больше не приходи. Сомнение возникло, приходи не один. Более сильного брата возьми, чтобы мы не совратили тебя. Понимаете? Мы настолько открыты, настолько прозрачны, настолько бесхитростны, что мы даже исчезли в тот же день. И мы никогда не отомчали за себя. А как я христианин? А как же судили с ними? А он не против меня. Он против общины, против веры, против деловой репутации. Они поставили задачу снять нас с регистрации, уничтожить детский лагерь. Я обязан встать во все оружие. И это я и сделал. Для начальных организаторов детского лагеря свое детище на растерзание не отдам. И был подал. Я попросил извинения, сатисфакции называется. Ответ был отрицательный. Я подал в суд. А какие? Это ГДРК, это администрация, это университет, ЭВНСДР, еврейская организация. И все были разгромлены полностью. На их стороне ничего не было, кроме лжи и желания нас уничтожить. Я обязан был восстать. Обязан. У меня право есть. Это право гарантировано мне канонами церкви. Я могу судиться даже с епископом, если он у меня что-то отнял. Но только после церковного суда. Они ничего не знают. И поэтому их слова не имеют веса. У них желание меня покорить. Я тоже не против. Но это делается на открытом полигоне. Выходите. Я вызываю вас эту... Я вызываю вас от патриархии, в моей книге. Я говорю, в Синодии организуйте какие-то там сенсорские комитеты. Возьмите туда Дворкина. А и вот этот Максим-то Сипаненко, когда исследовал, написал, он уже открыто выставил. В трудах Игнатия Латкина нет ничего ни сельданского, ни еретического. А я сейчас гляжу, Сергий Додин проводит занятие, и моя трехтонник в руках у него перед народом. Трехтонник. Я бежу за... Я говорю, кто может не может, закладка появится, бежу желтая закладка на первый дом. Ну, нравится, пожалуйста. Я ухожу, оставляя след. След. Вот я, который оформляет нам здесь по видео, работает, я без награды не оставлю, не сказал. Вот этого были, который наушники сделал, я пришел уже, когда получать, уже с награды. Да я ухожу, оставляя глубокий след. Я его буду вести за собой. И иногда мне эти люди звонят. Один из примеров, я рассказывал, когда была тема, и городская администрация собрала всех религиозных деятелей, там, профессорский состав университетный, или об экстремизме. Тогда что-то сильно так трясло. Взрывы в метро и прочее. Ну, я получаю приглашение, ко мне на дом приехали, из городской администрации. А передо мной я уже знаю, что сказать. А передо мной выступил один профессор завкафедры, Сорокин, кажется, Виталий Сергеевич, или как он, Виталий помню звать, Сорокин точно, доктор юридических наук. Он выходит, говорит то, что мне говорить надо-то. И я вышел, только на него стал ссылаться. А при этом, я сразу позвонил главному редактору Клименко в университете, я говорю, а кто это такой, этот профессор-то? О, он еще такой, он пишет книги там, про элиту алтайскую, какие были. Ну, исторические где-то. Я посмотрел, действительно так. А на него нельзя быть. Он дал телефон, я позвонил. Я позвонил, говорю, скажите, вы выступали, как вы могли так сказать? А у меня 16 того, покрытым оком, это зря разное. Он, оказывается, приходит в магазин, покупает мои сертики, прописан. И он сказал, верующий не может быть не экстремистом. А я это и хотел сказать. Экстремист человек, который досовершенствует любое дело, которое я ему поручил. А в него вложили самый отрицательный смысл. Это слово надо освободить, это слово от наслоения. И он это все говорит, что от меня принял. Я даже не знаю, что мои книги там работают, в этом профессоре. А он может быть не будет, не знаю, выходит сейчас недавно священник один, он мне не друг, но он не враг, но был он в стороне врагов. Выступал против меня в суде. Он против меня, которые женщину обижали, а я на стороне был представитель, как адвокат. А теперь, наверное, говорит, это же говорит, Игнатий Лапкин, он и меня ссылается в положительном смысле. А другой совсем никакой. Да вы все годы для нас были светильником, мы на вас ориентир держали. Понятия не имею. Значит, работа где-то идет, у нас есть приверженцы, близкие нам. Но мы никого не звали, не знаем. Так никто не работает. Задача приобрести и притянуть к себе. Мы этого не делаем. Вот мне звонят с разных сторон, и вот я понял, десятину надо платить, я не хочу быть вором Божьим. А куда эту десятину платить? А одну десятину священства. Но я хотел бы вам, я сказал священнику, и вы исповедуетесь. А я к вам буду ездить на исповедь к священнику. Вот тогда разговор другой будет. Сейчас пока отнесите вашему священнику. А я хотел бы вам, это другая десятина, вторая и третья, Давида 1-8. Можете давать пять десяти, это ваше дело, это я приму. Прямо тогда, когда вы десятину уже посвятили для священных служителей, где причащаетесь. Еще я сказал мне так. Вот вопрос такой. А может быть, может быть верующий человек без фанатизма, может быть вообще пламенная вера без фанатизма. Точнее сказать, может быть истинный православный, то есть, ну, фанатик, не фанатиком своей веры. Ленин в 18-м году, когда обыск произошел в квартире Ульяновых, то один из тех, кто охранял, жандарм спрашивает, а вот говорят, фанатик там на Владимира Ильича, а что это такое? И Мария Ильичична, сестра его объясняет, человек готовый умереть за свою идею, фанатас-смертник. Вот эти подрывают в себя шахидки, это смертницы. Ты хочешь быть совершенным, будь фанатиком. В самой последней степени. Я готов умереть за Христа, для меня жизнь Христос. И смерть за Христа, приобретение, не может. Дух Святой не позволит этого говорить. Но у людей сегодня фанатик, это слепой фанатик, он не понимает, он бьется, его не переубедить. Почему? Да вот никогда не приносите покаяния на меня. Вы просто не знаете меня. Я очень часто прошу прощения. Я вчера только просил прощения. Но в делах житейских. Я попросил брата, там просит, сестра Татьяна книги отсылает, а книг дома нет. Ей надо завести книги, чтобы она из дома убрала и шла на почту. Когда в неполном комплекте. Ну и поэтому я подошел к ей, говорю, надо отвезти. Вот мы набрали пять пачек, трехтонник, для Слово Божия нет нос и к Истинному Православию. Ну надо отвезти, а в каждой пачке восемь, она на долго хватит ей. Больше ничего не сказал. Он согласился. А потом я говорю, Володя, он туда едет, нам пешком идти далековато. Поедем с ним вместе. Потому что вчера мы у Голубей чистили, печку почистили. Но ему не сказали. Я ему хотел сказать, а он в это время уже там в храме готовится, проверяет там канун, по кануну. Он ведущий, считающий. И он потом мне выговорил. Ну вы могли мне сказать сразу, я машину рядом поставил, но она на 25 метров вот стоит. Но я не сказал, ну проси, брат. И он успокоился. Я не сказал, но я хотел сказать, но ты был недосягаемый, ты был в храме, а там разговаривать нельзя. У нас нельзя говорить. Тем более ты готовился, тебя нельзя отвлекать было. Ты вместо священника был. Ну как вместо, то есть считал. Он чтец. Вот и все. Я принес покаяние. Да я виноват. Да это пустяки. На пустяках строится большее. Кто не экономит копеек, он может рубли не накопить. Так? Он может быть, но только это ни горячий, ни холодный, ни теплый. А теплый употребляет, уподобляет с обливотием. Изо рта. Изверзну тебя, Иисус мой. Я это сказал. Сидит при зелье. Я говорю, вот сейчас выходил, Виталий, я забыл там, Николаевич или Сергеевич, он, я говорю, сказал об этом, что мы экстремисты. Я фанатик. Я экстремист в последней сибири. Показал Библию. Я экстремист. Из Библии так меня сфотографировали. За кафедрой, где я остаюсь, снимок этот везде идет. Я экстремист подписан. Я говорю, а кто не экстремист, а президиум? Вот здесь я говорю, это Блевотина. Перед Богом. Почему? Изверзну тебя, износ моих. Я совсем президиум. При всем собрании я их назвал Блевотиной. И никто не обиделся. Почему? А я сразу закрепил место вписание. Откровение. Я на Богослово такое это место. Я не могу соглашаться с шарлатаном, если я искусственный врач, который делает там какие-то примочки, настойки, совершенно, даже диагностики никакой не произвел. И он никого не вылечит. Ветеринар. Я могу ли с ним соглашаться? Нет, конечно. Так и здесь. Если я знаю, в этом деле я профессор, почему я должен соглашаться с Неофитом, который еще Библии просчитал? Тем более пропитанный сектантскими своими измышлениями, я просто обязан это сказать сделать. Обязан. А не то, что я нетерпимый чужому мнению. Еще не бывало этого. Прежде чем разговаривать с кем-то, я все чужие мнения, их литературу всю пересчитал. Сколько есть. Регулярно читаю их журналы, книги. Бактистские, адвентистские, яговистские. У меня яговистские литературы, маленькие там, ну, башня, там, страж башни-то. И я в общине раздаю, я считаю, яговистскую литературу. А то вообще в уме или нет? Это я так, в уме и нужен. Ну, какой еще? Кто желает к адвентистам, идите к адвентистам, только не один. В воскресенье. Такой свободы, как у нас, я не видал в нигме. В храмы, в московской патриархии, католикам идут, мусульманам. Мы никого не запрещаем. Я говорю, иди только не один, приду, приди старшим, мы будем молиться. Мы их под зеленым сукном не держим, людей. Они у нас свободны. А враг в это и бьет. А вы их закабалили, под себя держите. Он ни разу не был, не видел. Люди у нас расходятся, неделю не созваниваются, и я им сознанием указываю, когда они это репетируют. Еще будь ненешним языком. Как ты это можешь сказать? Как я могу на расстоянии? Да советская власть, если бы узнала, что я на расстоянии вам буду руководить мозгами, да они бы за меня сейчас по весу золота моего отдали бы родственникам, чтобы я сейчас взял в руки Синюка, там других, Арсения, Юрия Тимошенко, и мозги их на расстоянии запрограммировал и повел бы их сюда за нашим газом. Что вы плетете-то? Сознанием руководить? Ты своим-то не руководишь. Я встану утром не могу поклониться. У меня раньше была главная задача надеть брюки, поясница. У меня три грыжи. Я сижу, палочки, натягиваю штанины, чтобы согнуть. А постепенно я несколько лет не могу поклоны делать. Перед вами развалюха, но никто этого не знает. Почему? А кому я такой нужен? И меня, брат, сейчас я и кланяюсь, и слышу, и вижу, Бог меня поднимает заново из-за разваля. А вы этого не знаете, я говорю, вот так. Пора заканчивать. Пора заканчивать. Караулу стал нести службу, железняк. Но все, брат, давай-то, не помни о нашей поездке, чтобы Бог нас все-таки сделал, как ему угодно. Я в конце добавляю, если Господи угодно, на пути набыли брусы брось, чтобы мы не переехали их. Все? Да. С Богом!